Поставишь там 100 рублей, и вот тебе... Но женщин 40%. Тоже много. Я поняла, что я вообще не ловлю никакого кайфа. Как будто опять моя терапия идёт. Да, но я не то, чтобы это прям вскрываю. Онлайн-казино у нас есть, онлайн-ставки, ставки на спорт. Пиво, сигарет, и просто вот эта вот рулетка, рулетка. Они нажимают-нажимают бесконечно. Мы из-за этого не обвиняем. А почему у них есть на это право, если человек рассчитал там всё? Нет, конечно, нет. Итак, у нас подкаст о психологии и финансах «Портфельчик по Фрейду». С нами Ася Маспан. Ася Маспан, кандидат психологических наук, научный сотрудник, высшей школы экономики, преподаватель и практикующий психолог. Меня зовут Дмитрий Ватаропин. Я просто финансовый аналитик, сертифицированный финансовый аналитик. Мы выбрали тему сегодняшнего подкаста, но перед тем, как сказать тему, напомню, что мы открыли телеграм-канал. Мы туда планируем выкладывать всю полезную информацию, которая у нас будет, ссылки, исследования, графики. Поэтому очень-очень советуем. Тема. Тема сегодня «Почему так манит казино?» Она родилась из-за нашего прошлого подкаста, в котором Ася призналась, что она посещала. Да, но я не то чтобы это прям скрываю. Ну да, это открытая информация. Вопрос, который мы хотим разобрать сегодня, это почему казино так привлекает людей, почему в целом азартные игры интересуют и манят людей. Что вот в этом такого? Мне интересно, нужно ли какой-то давать дополнительный дисклеймер, что игровая зависимость — это очень опасно, и казино в России, за исключением пары городов, вообще запрещено. Ну, это не… Какой юридический статус имеет казино? Юридический статус, я плохо в этом разбираюсь, поэтому даже лезть туда не будем. Я думаю, что есть наверняка много замещающих вариантов, кроме как казино. Можно и с соседом спорить на деньги так, что будет азартная игра еще похлеще, чем казино. Самое главное, что это тоже финансовые решения. Наша задача, по сути, в этом подкасте — раскрыть то, как влияет психология на финансовые решения, и попытаться с этим жить и бороться. Так вот, самая главная причина, по которой, мне кажется, что это будет интересно разобрать, это наша обычная жизнь, потому что многие вещи, начиная с лотерейных билетов, которые в пятерочке продаются, и заканчивая общими предприятиями с большим риском, но и с большим профитом, с большей прибылью. А как ты считаешь, инвестиции можно отнести к варианту казино? Нет, конечно, нет. Что такое казино и азартные игры? Это предприятие чистый лаки-страйк. То есть всегда ориентировано только на удачу. Проще всего это определить следующим образом. Количество успешных и неудачных исходов не меняется со временем. Невозможно научиться лотереи или рулетке. Вот все будет зависеть только от того, насколько удача распорядится. За тебя она будет или против тебя. Но удача здесь, как я понимаю, мы под ней понимаем просто вероятность. Да, 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 конечно. И в трейдинге примерно та же самая история. Имеется в виду прям активный трейдинг день ото дня. У трейдеров с большим стажем, 10-летним, 20-летним, соотношение прибыльных сделок и убыточных, оно не меняется со временем. То есть люди не учатся. И невозможно этому научиться. Потому что это сродни азартным играм. Поездка в Лас-Вегас меня очень отрезвила. Практически в каждом отеле, который там есть, на первом этаже находится казино. И ты просто спускаешься и видишь вот этих людей, полузомби с утра, которые всю ночь сидели и играли в... Не в рулетку даже, а вот в эти автоматы. Игровые там, однорукие бандиты. И каждая ставка для них стоит около 10 долларов. От 5 до 20 долларов, по-моему. И ты просто видишь, что люди просто теряли деньги всю ночь. Это, конечно, очень удивительный эффект на меня произвело тогда. Как будто опять моя терапия идет. И я тогда был удивлен. Я сейчас этого не понимаю. И мне эта история вообще непонятна. Ты не сделал ни одной ставки? Я мало того, что не сделал. Я еще и друзьям запрещал делать эти ставки. То есть у меня друзья, конечно, там, вот надо сыграть в Лас-Вегасе и так далее. Я не понимаю этого на каком-то уровне. Ну, а что, если играть не для какого-то выигрыша, а для опыта? Что ты в Лас-Вегасе? Нет, у меня центра удовольствия. Я вот даже сейчас, мы говорим, я не могу понять этого. Есть у тебя продукт, который ты не любишь, допустим. Один. Невозможно тебе объяснить, почему его нужно съесть. Хотя бы для опыта. Ну, ты просто не любишь его. И второй раз, там, третий, четвертый, пятый, ты все равно не любишь. Знаешь, как говорят, ты просто не пробовал. Я, на самом деле, тоже не особо азартный человек. У меня тоже было походы в казино, как мы знаем, по прошлому выпуску. Я была в казино в Сочи. Вот, я туда пошла с компанией друзей. Я их не ограничивала. Отдала им эту долю ответственности, что они сами будут как-то взвешивать свой бюджет и так далее. И я для себя выделила определенную сумму. Это, скорее, суммой я настраивалась не на то, что я могу ее приумножить, а что это сумма, вот сколько я готова отдать за свой опыт в казино. Просто, чтобы попробовать. Вот, сделать там, может быть, какие-нибудь ставки или что-то такое. Достаточно, ну, быстро я поняла, что я вообще не ловлю никакого кайфа, что я не понимаю принципа. Ну, то есть, там действительно у меня еще не было, как бы, статистически, по вероятности, таких случаев, которые бы меня подогревали. Я просто сначала там, ну, купила какие-то там фишки, плюс ты еще деньги вот на специальную карточку кладешь, и потом эту карточку используешь. И я потратила очень небольшую сумму денег, а остальные я просто обратно обменяла, потому что поняла, что меня вообще не прет. Я понимаю про твой опыт в Лос-Анджелесе. В Сочи тоже там есть еще, типа, отдельный курящий зал. И там, как вот, ну, люди немножко зомбированные сидят. Вот это вот пиво, сигарет, и просто вот эта вот рулетка, рулетка. Они нажимают-нажимают бесконечно. И, конечно, выглядит немножко жутко. Мы из-за этого не обвиняем. Абсолютно нет. Это их выбор. Возможно, неосознанные, но это их выбор. Но почему вот... Либо это что-то неосознанное, что внутри изначально срождение, я на обывательском уровне такому скажу, либо это что-то неправильное в когнитивной части, то есть когда человек просто... Есть какая-то ошибка мышления. Я думаю, это точно не срождение. То есть нельзя сказать, что срождение у человека есть стремление там поиграть в казино или так отчаянно рисковать. Я думаю, это просто как форма зависимости. То есть она формируется. Но, кстати, зависимое поведение, оно имеет генетические предрасположенности. И очень часто как раз там, например, игромания связана с другими формами зависимости. Что у человека одновременно могут быть там и проблемы с наркотическими веществами, там может быть алкогольная зависимость. И они часто сопряжены. То есть, скажем так, вид зависимости, в который эта зависимость выливается, он ещё не всегда имеет такой центральный вопрос, как в целом зависимое поведение. И поэтому я думаю, к этому тоже нужно относиться. Если мы говорим про регулярные какие-то игры там в казино, ставки, вот это вот всё, то нужно относиться как к любому другому зависимому поведению. И оно может также корректироваться, как любое зависимое поведение. Но ты прав, вот в плане позитивного аффекта, то есть почему люди остаются? Почему они как бы не понимают, что это там расчёт вероятности, вероятности, что это очень сложно как бы какие-то там деньги получить чисто на удачу? Я думаю, что позитивный аффект имеет настолько вот сильный этот прилив там дофаминный всего, что он просто перекрывает, ну, какое-то взвешивание там альтернатив. И даже больше, если у тебя, например, не было такого опыта, что ты реально выиграл, и ты стремишься снова к этим позитивным эмоциям, то опыт других людей, потому что опыт вот выигрышей, он же очень быстро, ну, расходится, и он, конечно, ярче отмечается. Мы даже, когда ехали из казино в такси, нам таксист рассказывал истории своих друзей, там что-то знакомые знакомых, кто сколько выиграл, вот. И для ребят, ну, там для моих друзей это было вау. Ну, что они прям это запоминают, они это ухватывают, потому что, конечно, тоже хочешь прийти, а вдруг поставишь там 100 рублей, и вот тебе миллион. Здесь ошибка вышившего, может быть, тоже. Абсолютно, да. Так называемая. Когда есть два-три примера из тысячи позитивных, и на основе этих примеров мы делаем вывод о том, что это действительно имеет взаимосвязь, есть такая последовательность, что пришёл в казино, значит, выиграл. Ну, на самом деле это, конечно, проценты, доли процента, и прямой зависимости нет. Интересно. И казино, как бы удивительно ни было, и вообще азартные игры, они сейчас видоизменяются. Технологические инновации, Илон Маск, мы о тебе помним, они развивают, и всё негативно, не только позитивно. И онлайн-казино у нас есть, онлайн-ставки, ставки на спорт. При этом не нужно выходить и идти куда-нибудь. Конечно, там шпом просто привязываешь карту, и всё. И это создаёт ещё такую дистанцию, то есть ты не чувствуешь, что ты, там, не знаю, в каком-то специальном сейтинге этого казино. Теряешь кэш. Да-да-да, что вот теряешь вот эти вот деньги, что вдруг там тебя кто-то увидит, узнает. Ты просто сам собой, там, с компьютером сидишь, делаешь какие-то ставки, можешь даже не говорить об этом там знакомым, чтобы это там никак, не знаю, не осуждалось. И это действительно создаёт дистанцию, что окей, там, ну, какие цифры с карты у меня там, что-то меняется, уходит. Но это же всё так. Это, наверное, похоже на отраты вот с кредитной картой и с кэшем. То, что это немного опосредованная история. Интересно, знаешь, что я вот тоже не очень понимаю. Я посмотрел на структуру посетителей казино. Я был уверен, что подавляющее большинство будет мужчин. Нет, 60 на 40. Да, мужчин больше, и это статистически значимая цифра, но женщин 40%. Тоже много. Я не стал копать прям глубоко, что это за женщины, постоянные ли это клиенты, или вот одна из тех категорий, которые, может быть, там, туристом, или просто искатели острых впечатлений. Это категории, которые выставляют сами казино по своим клиентам. Но если мы посмотрим на онлайн-казино, доля мужчин там будет 80%. С чем может быть связано то, что именно мужчины становятся более падкими на азартные игры? А это статистика по миру или как? Да. По миру? Ну, я думаю, что здесь можно предположить, что есть все-таки такой патриархальный контекст. Ну, в том плане, что мужчины все-таки зарабатывают больше, и предполагается, что они имеют больше контроля, над финансовой составляющей в семье. Они могут распоряжаться этими деньгами. И у женщин, я думаю, выше социальная желательность. Поэтому они понимают, что играть там плохо. И, возможно, если посмотреть там на процентное какое-то соотношение, сколько женщин там занимают, не знаю, высокие пост... Ну, очевидно, что мужчины в общей совокупности у них заработок выше, чем у женщин. Может быть, как-то с этим связано. Может быть, социальной желательностью. Вот. Поэтому... Не знаю, не могу сказать, что меня удивляет. Но еще плюс, я думаю, что реклама, как будто бы вот даже если посмотреть этот ставки на спорт, ну, мне кажется, она прям ориентирована на аудиторию мужскую. То есть вот сама подача рекламы, я думаю, она больше на мужчин ориентирована. То есть это скорее внешний фактор, чем внутренний? Мне кажется, что это, да, какие-то социально-демографические. Ну, по крайней мере, я сейчас так не могу сказать конкретно по игровым зависимостям. Наверное, в зависимостях есть какая-то разница ну, как бы в выборе, может быть, в виде зависимости, что там, я не знаю, женщина, например, более склонна к этой, а мужчина там к другой. Надо еще тут посмотреть статистику какую-то. Но я думаю, что зависимое поведение, оно может проявляться и у мужчины, и у женщины одинаково. Просто тот формат, в который вылится эта зависимость, оно уже зависит от каких-то социально-демографических переменных. Но это мое предположение. Здесь, конечно, можно так еще перепроверять. Интересно то, что я нашел по поводу вообще работы мозга во время гэмблинга. Во время азартной игры человеческий мозг очень плохо просчитывает вероятности. То есть мы вообще спокойно можем считать в уме, мы можем спокойно умножать, но наш мозг очень плохо работает в плане геометрических прогрессий. Вот это как раз эффект сложного процента, обратный эффект, если мы говорим про кредитную яму и так далее. И статистически разница между шансом 1 к 1000 и 1 к миллиону, она фатальная. Это огромная разница. Для нашего мозга эта разница небольшая. Когда мы считаем, в голове пытаемся просчитать порядок возможностей, вероятности выигрыша, наш мозг нам в этом плане очень не помогает, а иногда даже мешает. Или вот лотерейные билеты хороший пример, когда это национальная лотерея в какой-то стране, в счастливой демографической стране. Но мы понимаем, что билетов там 1 миллион, а выигрыш может быть только один. Вероятность 1 к миллиону. Нормальный рациональный мозг должен запретить покупать такие билеты. Но из-за того, что плохо играет расчет и, возможно, сумма незначительная, то в этом случае человек поддается этому эффекту. И вот про казино можно сказать то же самое. Я бы действительно делил бы людей на несколько категорий, потому что есть люди, которые, ну вот как говорят владельцы казино, искатель приключений, турист или командировочный, которые заходят туда, тратят небольшие деньги, как твой пример с казино в Сочи, ставят ту сумму, которая для них в принципе незначительна. Это вот как раз про кривую значимости сумм. И если такой человек играет в казино, нельзя сказать, что это какая-то пагубная зависимость, что это плохо. Да, да, безусловно. Ну то есть это, если человек пьет шампанское на Новый год, это не значит, что у него алкогольная зависимость. Я думаю, что здесь еще, знаешь, ну нужно разделять. Мы сейчас, например, говорим там про какие-то когнитивные искажения, вот, что мы неверно рассчитываем вероятности. Это скорее относится, я думаю, вот к этой первой стадии, когда мы просто можем прийти попробовать, и мы можем на этом остановиться, и у нас могут быть там какие-то ошибки восприятия, почему мы считаем, что мы можем выиграть. А другая стадия, это уже стадия зависимости, это когда мы можем понимать, что нет, это плохо, это как бы мы не выигрываем, мы не преувеличиваем там свой бюджет, а только его преуменьшаем, но мы остановиться не можем. Ну там уже идет симптоматика прям зависимости, даже когда человек понимает, какие негативные последствия это несет. И плюс у него еще может начаться там социальная изолированность, что он не может сказать друзьям, если он скажет, там встретит какое-то жесткое осуждение и так далее, то это уже другой вариант, что вот здесь вот когнитивные искажения, что они есть, что их нет, это уже не работает, потому что человек уже находится вот в этой гонке. Интересный фанфект, вот так вот я это называю, ты сейчас сказал про вот эти вот все вероятности статистические. И я тоже читала про одно исследование, где вообще ну они рассматривали ошибку игрока, вот это когнитивное искажение, когда мы как будто бы ищем какие-то там причинно-следственные связи, там какую-то хронологическую последовательность там, где ее на самом деле нет. Ну, для наших слушателей, грубо говоря, если там, не знаю, пять раз подряд выпадало красное, то мы думаем, сейчас точно нужно стоять на черное, ну потому что по теории вероятности не может же сейчас снова попасть красное. Хотя на самом деле нужно считать отдельно каждый как бы вот вход. Мне кажется, это то, почему важно не пропускать статистику в школе, что каждый бросок кубика, каждый там бросок монетки — это как новая вероятность, там один из двух или один из шести. И исследователи обнаружили, что есть такая закономерность там, чем меньше определенного вещества в мозге и так далее, тем более склонен человек к такому рисковому поведению. И это очень связано с эмоциональностью. То есть ты вот, например, говоришь, что вот рациональность наша там отключается, еще что-то, и это действительно так. То есть ошибка игрока — это перекос в сторону эмоциональности, и он может нарушать когнитивные функции. Я думаю, что сюда можно включить и магическое мышление, когда мы думаем, что там, я не знаю, я паду на кубик, это, не знаю, там принесет мне какую-то удачу, а я вот сейчас поставлю на такой цвет, и там, не знаю, какие-то силы дополнительные там. Или рационализировать это как-то все там неверной теорией вероятности, что сейчас обязательно получится. И это работает не только вообще в играх и в казино, вот эта вот ошибка игрока. Это работает, для меня это было вообще удивительно. Также в вопросах займа и кредитования. Оказывается, что до 9% отказа, отказов в займе, могут быть продиктованы эта ошибка игрока. Как это случается? То есть, получается, один из 10 случаев решения о том, не знаю, дать ли вам кредит, это зависит не от того, какой у вас, не знаю, бизнес-план, какие условия и так далее, а это зависит от человека, который этот кредит займ дает. Он может посмотреть, что так, ну не может же он 9 людям подряд, не могут быть все такие хорошие, что всем я должен давать деньги. И 10 человеку он может просто отказать из-за этой ошибки игрока, потому что, ну я же не могу всем-всем-всем говорить, да, мне нужно в какой-то момент сказать нет. Вот, поэтому, возможно, вам не дали одобрения на ипотеку по другим причинам. Ну, с точки зрения банков, там сейчас, конечно, в большинстве случаев автоматически скоринг. Автоматическая, да. Но есть, конечно, финальное решение по крупным кредитам, которое визируется человеком. Интересно, слушай, я об этом даже не думал. Удивительно, если этот человек еще в казино играет. Вот это прям. Мало того, что он ипотеку мне не одобрил, так он еще и... Оказывается, азартные игры и казино, они закрывают почти все искажения, которые есть в финансах. То есть, если взять искажения, там, скажем, сверхуверенность, ну это чистой воды гэмблинг, чистой воды азартные игры, излишний оптимизм, иллюзия контроля, вот опять же, гэмблер фэлэси, как это называется, то есть ошибка игрока, взгляд назад. Это когда мы объясняем какие-то факты, которые уже случились, будучи в будущем, и смотрим назад. И выделять какое-то одно искажение, ну сложно. И я бы сказал, что здесь целый набор, и ему, этому набору, очень тяжело противостоять. Сразу всему. И эмоциональных, и когнитивных искажений. И удивительно, но мне только в период подготовки, вот на этапе подготовки к подкасту, я узнал, что главная задача казино не только дать сервис. То есть, понятно, что все знают, что казино зарабатывает не только на ставках, но и на баре, на, скажем, танцполе, платный вход, стриптиз-клуб и так далее. Но у них в том числе задача удержать клиента. Если человек будет постоянно проигрывать и сливать каждый свой депозит в рулетку, в те же самые однорукие бандиты и так далее, то он уйдет очень быстро. И они вот то вознаграждение, про которое мы говорили, выдают порционно, специально, чтобы человек оставался. Вот у меня вопрос. Мне кажется, что ходила такая байка, я не знаю, или это действительно так, или, может быть, какой-то это стереотип, что на самом деле в казино тоже все там как-то подготовлено по определенной схеме. Если ты эту схему разгадаешь, то в нужный момент ты как бы этот выигрыш получишь. И я думаю, ну, на это тоже ориентируются люди. Вот как раз к этим вероятностям они уже учитывают вероятность не просто, что это случайно, может, сейчас выигрыш прийти или не прийти. Они, наверное, начинают продумывать, типа так, если в казино есть определенная система, что в какой-то момент поощряют. Вот до меня играл человек, там 10 раз у него ничего не получилось. Сейчас я играю, и, ну, в какой-то момент они же должны поощрить, значит, ну, высока вероятность, что это, например, буду я. Я считаю, что это все удел маленьких организаций, маленьких казино и так далее. Если ты посмотришь на практику прям больших крупных казино, то если игрок, игроку удается выиграть несколько раз, они начинают за ним пристально смотреть. И после там пары-тройки крупных выигрышей, они просто откажут тебе в посещении. У них есть на это право. А почему у них есть на это право, если человек рассчитал, там все нормально? Частная организация, но системы нет, конечно. Зачем придумывать систему, если мат ожидания, вот то самая ожидаемая прибыль, она на твоей стороне и так. То есть проигравший один человек, вернее, если один выиграл, то другой обязательно проиграет. Вопрос просто в ставках. И по Лас-Вегасу можно точно сказать, как такой мекке всех азартных игроков, что вот ребята с крупным капиталом, очень часто главы компаний в Штатах, они просто в качестве развлечения едут туда играть. И те, кто делает очень большие ставки, за ними сразу там двойной-тройной контроль. Да потому что один такой человек, если он вдруг выиграет, он действительно может испортить там квартальный отчет. Ну, вряд ли квартальный отчет, конечно, но месячный отчет для казино. И за ним уже действительно пристально наблюдают. И мне кажется, что здесь просто для крупной компании бессмысленно это делать. Это очень серьезная имиджевая потеря. Но представь, один человек, который поставит там 50 долларов, вдруг раскроет этот секрет для всех остальных. А в казино есть люди, которые ставят там десятки, сотни тысяч долларов. И казино потеряет в раз всех клиентов. Я бы даже в качестве, если бы я был азартным игроком, я бы не пошел точно в такое казино, где ты заранее знаешь, что они там что-то крутят, вертят. Какие-то схемы есть. Даже если она известная. Поэтому, мне кажется, это просто сплетни, это попытка переложить ответственность себя на кого-то другого. Но, извините, в самой игре, там, рулетка, говорить о том, что это какая-то схема в казино, глупо. Когда ты играешь в рулетку. Но это на самом деле удивительно, что получается очень много когнитивных искажений на входе, благодаря которым ты начинаешь играть. Если есть еще какая-то предрасположенность к зависимому поведению, то это очень легко в это все вруливаешься, и потом уже остаешься в этом замкнутом круге. Да. И выйти, конечно, тяжело. Да, кстати, у нас же, получается, казино запрещено, но ставки разрешены. Ну вот... Ну хотя ставки, там же, наверное, какой-то другой механизм. Мне кажется, нет какого-то универсального решения этой проблемы. Ты можешь ставки делать и дома, играя в дурака с соседом. И, возможно, ты будешь от этого кайфовать. Самое главное — это просто осознавать, что есть с этим проблемы. И вот, кстати, есть ли какая-то терапия на этот счет? Я думаю, что первый шаг здесь действительно признать, что у меня проблемы, и дальше уже обратиться. Вот. Иначе как бы можно долго по кругу вот этого бегать, что типа все в порядке. Но там есть несколько признаков, по которым это зависимость и громанию можно вообще осознать. Там, например, ты начинаешь ставить деньги, когда у тебя их нет. Ты там начинаешь скрывать от кого-то, что ты ставишь, например, деньги. Либо ты не можешь остановиться играть. Например, вы там договорились до определенного времени, что вот, ребят, потом собираемся и идем дальше куда-нибудь другое место тусить. И человек, например, не может остановиться, его все тянет, тянет, тянет. Плюс еще там, ну, это уже в таком пределе теряется интерес к другим аспектам жизни. Постоянно думаешь о том, сколько бы ты там мог выиграть, не знаю. Понимаешь эти негативные последствия, но все равно не можешь остановиться. И это все дальше и дальше идет. Я думаю, что это такой прям экстремальный уровень зависимостей. Достоевский. Да, как будто бы на том уровне, на котором мы сейчас говорим, это больше вот про когнитивные искажения, что а вот я попробую. То есть как, собственно, заходят в эти казино. Возвращаясь к тому исследованию, про которое я говорила, где там вот некоторые зоны мозга у нас отвечают за когнитивные искажения, ну, за когнитивные системы. Другие там зоны мозга больше за эмоциональную составляющую. И вот, ну, я, например, человек, ну, понятное дело, что я проявляю эмоции. Как бы здесь сложно сказать, что вот только какие-то там роботы, неэмоциональные люди там могут противостоять в казино. Но это, конечно, не полноценное исследование там моего опыта, скорее какой-то кейс стадия. Но действительно, вот мои друзья, которые, например, как мне кажется, более такие чувственные, эмоциональные люди, они гораздо проще вошли в эту всю тему казино. То есть им действительно хотелось попробовать еще остаться, вдруг получится. И несмотря на то, что они в этот момент тоже осознавали, что, ну, они сели на этот крючок, для меня это было, ну, как бы, абсолютно так... Короче, меня это вообще не затронуло. Для меня это было слишком ярко. Ну, вот это вот в казино, то, что это вообще вырви глаз, эти цвета, музыка, это же вообще в целом там тяжело находиться. И когда ты не попадаешь на этот эмоциональный крючок, то вообще хочется оттуда уйти. Поэтому если вы вдруг пошли в казино и вам хочется остаться, подумайте, нужно ли вам это. А почему ты провел параллель, что казино, ну, имеет какую-то ассоциацию для тебя с трейдингом? Почему трейдинг – это казино? Тип зависимости, он очень-очень похож на азартные игры. У игрока в казино, в рулетку распределение удачи и ожидания, они примерно похожи на ожидания трейдеров. Это не систематическая история, в которой можно научиться делу. Вот это самое главное, что нужно понимать. То есть соотношение количества сделок убыточных и успешных у трейдера с 20-летним опытом будет примерно такое же, как и у трейдера с месячным опытом. Удивительно. Да, он может там лучше смотреть на риски, он лучше понимает индикаторы и так далее, но все сводится все равно к профиту. И самое главное, сколько ты заработал. Но это соотношение не будет меняться времени. Что мы увидим у игроков в рулетку? Да то же самое. Что ты год играешь в рулетку, что ты там 200 лет играешь в рулетку, 30 лет играешь в рулетку. У тебя все равно будет соотношение, там, примерно 48 на 48 как-то так там выводится. Ну, то есть в трейдинге за счет того, что мы не можем контролировать и никак учитывать вот эти вот несистематические ошибки, я правильно понимаю? Да. Я захожу с другой стороны. Я показываю, что, ребят, ну, хорошо, давайте посмотрим от противного. Где все трейдеры богатые? Открываешь топ 100 самых богатых людей Forbes. Там есть банкиры, безусловно. Ну, банкиры — это банкиры. Там, хорошо, есть главы хедж-фондов. То есть люди, которые управляют фондами, которые вкладывают туда-сюда-туда. Но на чем построено их благосостояние? Да в основном на комиссиях, а не на приросте капитала за счет их уникальной торговли. Есть 2-3 человека на топ 400 самых богатых людей в мире от Forbes, который действительно не проверял досконально, но есть основания полагать, что они заработали большую часть капитала как раз за счет трейдинга. Но это 2-3 на топ 400. А где все остальные тогда? Тем более, что то, что больше всего, конечно, удивляет, это количество курсов по трейдинг, количество очень успешных трейдеров в сети, в медиа и везде. Но трейдингом продолжают заниматься по тем же причинам, что если вдруг кто-то выиграл, кто-то удачно провел сделку, то и я тоже могу это сделать. Это вот как раз очень похоже тоже на азартные истории про то, что мы делаем вывод об общем количестве, используя только небольшую выборку. Это абсолютно неправильно, это абсолютно искажает статистику. Самое удивительное и самое смешное, это очень иронично, что большинство трейдеров не осознают, что большинство трейдеров теряют деньги. И я уверен, что с казино та же самая история. Большинство игроков в казино, ну таких прям вот маниакально настроенных, зависимых, они не осознают, что большинство игроков в казино теряют деньги и очень сильно проигрываются. Я думаю, конечно, у них остаётся только какой-то опыт других людей успешный, что они на него ориентируются. Но помнишь, мы с тобой в прошлом выпуске как раз говорили наоборот про неприятие, непринятие. Что же у меня за проблемы с этим термином? Неудача. Неважно. Потерь. И это получается обратная история. То есть здесь люди готовы наоборот рисковать. Фантастика. Но да, вот как раз о том, о чём мы с тобой говорили, что вроде есть социальная зависимость, но это всё непрогнозируемо абсолютно. И у человека может быть в какой-то части неприятие потери, а в какой-то части он будет прям вот очень азартным. Потому что, мы опять же возвращаемся к тому же, мозг очень плохо просчитывает вероятность. Вот это самое главное, что нужно понимать. Мы очень привыкли себе доверять в жизни. Но в части финансов лучше перепроверять себя всегда на бумажке. Перепроверять свои искажения. перепроверять свои взгляды. Перепроверять ту информацию, которую мы получаем. Потому что из-за когнитивных эмоциональных искажений мы можем принимать нерациональные решения абсолютно. И человек с одной стороны может не инвестировать по 10-20% зарплаты никогда, потому что считает, что фондовый рынок это игра, рулетка и так далее. А с другой стороны он может покупать лотерейный билет. Ну или что-то вроде этого. Поэтому удивительно, но нужно всегда пытаться себя немного дисконтировать. Это удивительно. Я очень часто повторяю это удивительно. Я как психолог обычно говорю наоборот доверять своим чувствам. Но как бы здесь вопрос, наверное, в том, чтобы не то, чтобы не доверять своим чувствам, а чтобы не принимать какие-то важные вот эти вот решения на основании только этих чувств. Да, да. Ты абсолютно правильно. Доверять-то нужно. Тут, наверное, неправильно сказать, что не нужно доверять себе. Как это доверять? Как раз таки очень даже надо. Нужно прогонять через рациональную часть себя и понимать, разумно это или неразумно. И в этом часто помогают беседы. Как бы удивительно не было. Потому что мы зачастую свои деньги воспринимаем слишком эмоционально. А со стороны нам могут сказать нет, знаешь, вот лучше поступить так или иначе. Ну, это как у каждого психолога. Есть свой психолог, потому что не всегда можно помочь себе. Нужна вот эта вот дистанция. Я думаю, здесь еще вот я все размышляю, почему все-таки если настолько все очевидно, и у нас так много этих когнитивных искажений, можно там осознать все про себя, узнать и перестать ходить в казино и делать большие ставки. Я думаю, все начинается же с малого. Ну, если я могу купить билетик там, я не знаю, где в пятерочке, на Почту России, мне кажется, они везде сейчас продаются за 50 рублей, но я покупаю шанс выиграть такие деньги, что почему бы и нет? Это жалко 50 рублей. И все это начинается там, я же могу просто заглянуть в казино, поставить 100 рублей, от 100 рублей ничего не будет. А потом по чуть-чуть начинается, но еще 100, это тоже не критично. А вот здесь я могу там уже попробовать отыграться, но я сейчас обязательно... Ну, то есть все начинается с малого, и потом оно просто вот закручивается в эту ворону. Меня пугает то, как работает искусственный интеллект. То есть то, о чем мы говорили, про то, что казино пытается удержать человека максимально долго в игре, насколько сильно этому может помочь искусственный интеллект, который будет просчитывать, что человеку нравится, какие вознаграждения ему нужны. Вот если построить логическую цепочку в будущее и посмотреть, попытаться заглянуть в работу казино вместе, или там азартных игр, ставок и так далее, вместе с искусственным интеллектом, то это пугает. Это будет машина по насыщению человека этим вознаграждением за участие в азартной игре и выкачиванию из него денег. Это страшно. Но бизнес как бы прибыльный получается. Бизнес топовый, просто топовый. Если посмотреть на отчетности компании, я, конечно же, этим немного позанимался, но, честно говоря, зарабатывают с самого ядра бизнеса, то есть непосредственно от казино, когда игроки проигрываются, или там комиссии, они не так много. Больше зарабатывают от отелей, которые рядом находятся, от баров, вот как мы уже говорили, от сопутствующего сервиса, сопутствующих услуг. Потому что, опять же, человек там находится довольно долго, и он, как правило, выпивает, он, как правило, там, может быть, ночует, может быть, какие-то еще услуги использует. Заработок и вот этот якорь, за счет которого привлекают человека в этот бизнес, в этот сервис, ну, остается казино, остается заработная игра, остается желание вот получить это вознаграждение. Поэтому, если вы хотите заработать на казино, лучше создайте свое. Сто процентов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова